В современной исторической науке не утекают споры об отречении Николая II от престола. Многие исследователи считают, что этот факт не подтвержден официальным документом, а значит и говорить стоило бы не об отречении, а о свержении последнего российского императора. Между тем, в Православной Церкви принято считать, что в день окончания монархического периода в истории страны сама Царица Небесная возглавила российский престол. В Православной Церкви известно более 600 канонических изображений Богородицы. Исторически на протяжении тысячелетий сложилось их почитание как чудотворных. И вот ровно сто лет назад был обретен еще один образ Пресвятой Девы символами царской власти, который стал державной святыней государства российского. Державная икона Божией Матери была найдена в подвале Вознесенского храма в Коломенском 2 марта по старому стилю, 15 по новому. Спустя сто лет об этом вспоминают на службе в Самарском храме в честь державного образа. Сегодня здесь отметили престольное торжество. В праздничной проповеди слова о значении иконы для каждого христианина и в прошлом, и в новом веке. Ведь русский народ или русский человек, он всегда стремится, чтобы его кто-то, скажу честную правду, ввел. Понимаете? А здесь монарх, русский царь, на которого все смотрели. И он вдруг отрекается. Трагическое событие. И русский народ был растерян. Что же дальше произойдет-то? Здесь является сама Царица Небесная. И в какой день именно является? Во время крестного хода звучат молитвы о возрождении святой православной Руси. И не только. Перед державным образом верующие молятся об исцелении от недугов и решении житейских проблем. Виктория Генералова долгое время не могла устроиться на работу. Все разрешилось, когда в Самару пришел Всероссийский крестный ход в честь державной иконы Божией Матери. Я вместе с ними прошла город весь нашу Самару. И я весь крестный ход просила ее, чтобы она меня устроила на работу. К тому времени я очень много и болела, и где-то 10 я не работала. И она мне через два дня, она мне устроила в Старцевский храм работать с регистратором. Вот такое у меня было явное чудо. И когда я пришла на рабочее свое место работать, то была икона, висела в державной Божией Матери. И подобных фактов собраны тысячи. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.